Диана Арбенина В поддержку нового альбома «Мальчик на шаре» музыкантам группы «Ночные снайперы» пришлось перенести. И дело тут не только в желании самих музыкантов. Поскольку группа политики, я в данном случае к политике не имею никакого отношения, я имею гражданскую позицию. Это как любой нормальный человек, который любит Россию и который обязан ее иметь. Поскольку никакой политики не было, собственно, все рассосалось. И только обидно за тех людей, которые купили билет и обломались. Для Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» не существует ассоциации их творчества и политических речевок. На концертах не звучит призывов агитации, а потому непонятен срыв осеннего тура. Для меня это музыка свободы. А свобода, она не проявляется только в том, что ты, условно говоря, за эту партию и против этой партии. Это само собой. Мне кажется, вот эта риторика, ее нужно оставить людям, потому что людям нужно давать возможность думать. Иначе зачем тогда вообще все это? Я ничего не боюсь. Я как говорила о том, что я против войны и против того, чтобы ссорили братские славянские народы. Я это повторяю. И меня никто не остановит в этом. Просто играть на руку тем людям, которые хотят всех очернить или обелить, ну, ничего не получится. Коллектив «Ночные снайперы» имеет богатую историю. Огромное количество концертов и фанатов по всей стране и за ее пределами. Все начиналось в Санкт-Петербурге в начале 90-х. Но уже в то время был взят определенный вектор и выработался стиль. Главное, что отличает музыку и тексты «Ночных снайперов» – это искренность и одухотворенность. Несмотря на уход от лирического повествования к задорному рок-н-роллу, для Дианы главной темой творчества остается любовь. Эмоции. Понимаете, я думала всегда, что ритм. Например, очень много песен я написала на велосипеде в Питере, потому что вообще все начиналось в Питере, понятное дело. Ну, это же рок-н-ролльный город. И все было из ритма. Вот ты едешь на велосипеде, и у тебя накручиваются где-то есть корабли. Ну, то есть вот именно это. Потом я подумала, наверное, все-таки все исходит из первой строки. Потом я стала думать еще о чем-то. И сейчас вот сегодня я пришла к выводу, что все-таки это эмоция. Потому что я пишу только о любви. И я ее чувствую постоянно, причем во всем. Полный зал и радостные лица, идущие на долгожданный концерт, говорят лишь о том, что ивановцы очень ждали этого события. Люди разного возраста, конечно, в большинстве своей молодежи, пришли на концерт получить эмоции и зарядиться неуемной энергией музыки рок-н-ролла. Концерт отменялся, был расстроен этим фактом. И очень обрадовался, когда увидел, что все-таки этот концерт будет проводиться, и Центр культуры привозит Диану Арбенину к нам в наш город впервые. Чем-то близка, да, наверное, свобода мысли и выражением своей свободы в ее творчестве, оно прослеживается. Если честно, я не очень знакома с творчеством Дианы Арбениной, просто знакомая позвала на концерт, то есть доверяю ее мнению. Слышала несколько песен, мне, в принципе, понравилось, то есть хочу поближе познакомиться с творчеством. Я слушаю ее с детства, я еще слушала ее с родителями, но вот сейчас выдался момент, и предоставился шанс, и я пришла. В планах у музыкантов несколько десятков выступлений по всей России и ближнему зарубежью в поддержку нового альбома. Но старые и уже полюбившиеся песни тоже войдут в программу. Музыканты не теряют оптимизма и радуются наступлению весны, ведь март – любимый месяц Дианы, когда случается все самое чудесное. Александр Руденко, Денис Денисов, РТВ, Иваново.